В годы Великой Отечественной войны В рядах советских военно-воздушных сил Несли службу тысячи самолетов Построенных на заводах союзников СССР По антигитлеровской коалиции Это были машины разных типов Бомбардировщики и транспортники Разведчики и летающие лодки Но большую часть составляли истребители Рассказ о них в фильме «Оружие» Идея помощи странам, которые ведут войну Против гитлеровской Германии Возникла в Соединенных Штатах Америки 11 марта 1941 года Президент Франклин Рузвельт Подписал закон о Ленд-Лизе Который немедленно вступил в действие Ленд-Лиз Это система передачи вооружения И военных материалов Взаймы или в аренду на время боевых действий 22 июня 1941 года Советский Союз подвергся нападению Со стороны Германии В тот же день правительство, Великобритания и США Предложили свою помощь в борьбе с нацелками Зарубежные поставки имели важнейшее значение В 1941-1942 годах Особенно в первую военную зиму Эвакуированные на восток заводы Еще не успели развернуться и наладить массовое производство авиатехники Первыми боевыми самолетами союзников Прибывшими на помощь военно-воздушным силам Рабоче-христианской Красной Армии Стали английские «Харрикейн» Хокер «Харрикейн» Истребитель Длина 9,8 метра Размах крыльев 12,2 метра Максимальная взлетная масса 3300 килограммов Силовая установка Двигатель мощностью 1280 лошадиных сил Максимальная скорость 522 километра в час Практический потолок 10100 метров Практическая дальность 750 километров Вооружение 8 пулеметов калибра 7,69 миллиметра Боевая нагрузка Две авиабомбы массой по 100 килограммов Экипаж 1 человек Самолет был разработан фирмой «Хокер» в 1934 году И еще до войны производился большими сериями Для своего времени Это был истребитель прогрессивной монопланной конструкции Он имел низкорасположенное крыло Закрытую кабину И убирающееся шасси «Харрикейн» остался самым консервативным истребителем В истории авиации За долгие годы Он выпускался вплоть до 1944 В машину не вносилось серьезных изменений Лишь модернизировалось вооружение И заменялись двигатели С началом Второй мировой войны Выявилось серьезное отставание «Харрикейна» От его основного противника Истребителя БФ-109 Англичанин уступал мистер Шмидту В скорости на малых и средних высотах И в скороподъемности Лишь на высотах 6500-7000 метров Их возможности становились примерно равны При пикировании Громоздкий «Харрикейн» не мог быстро разгоняться Однако за счет малой нагрузки на крыло Он имел маленький радиус разворота Это позволяло уверенно вести бой на горизонталь В 1941 году в СССР прибыли 484 «Харрикейн» Советским военно-воздушным силам В это время остро не хватало современных истребителей В тяжелейших условиях начала войны Катастрофических потерь собственной авиатехники на фронтах И массового сокращения производства Любая помощь была неоценима Ну, по сравнению хотя бы с тем же и 15-м Или и 153, и 16-м Это уже более совершенная машина Она и в размерах больше, понимаете? И вооружение на ней 6 крупнокалиберных пулеметов Расположенных по плоскостям Но это не имеет значения Потому что все это оружие Пристреливается на 400 метров Где все Сходятся в одну точку, понимаете? В 400 метров Поэтому этот разнос по плоскостям Он в большой роли не играл И легко было Ну, готовить это вооружение Харикейны в военно-воздушных силах Красной Армии Начали свою службу на Север А затем появились и на других участках Советско-германского фронта Первым советским пилотом Поднявшим в воздух британскую машину Стал известный мастер воздушного боя Командир эскадрильи 72-го смешанного авиаполка ВВС Северного флота Герой Советского Союза Капитан Борис Сафонов Уже к осени 41-го года У него было 10 сбитых немецких самолетов с И-16 Он отменно стрелял Просто, ну, виртуоз в этом деле был И не было ни одного воздушного боя Чтоб он не сбил 2-3 самолета Харикейн был доступен летчикам средней квалификации Что было очень важно в условиях военного времени Пилотирование было несложное Несложное Ну, немножко, как говорят, туповат, понимаете Вот так, где-то средний между ЛАХ-3 и ЛАХ-5, понимаете А так, вполне нормально, можно было на нем воевать Особенно, если бомбардировщиков бить, понимаете Советским пилотам сразу понравилась просторная кабина С хорошим обзором В отличие от истребителей отечественного производства Каждый Харикейн был оснащен надежной радиостанцией С 1943 года Харитоны, как их называли советские летчики Были сосредоточены в авиации противовоздушной обороны Всего в Советский Союз поставлено 3082 самолета Харикейн Различных модификаций Они находились на вооружении военно-воздушных сил Красной Армии До конца 1945 года Истребитель Харикейн установлен в качестве памятника В поселке Ревда, Мурманской области Еще один самолет этого типа является экспонатом музея ВВС Северного флота Еще одним английским истребителем на службе в Советском Союзе Стал Супермарин Спитфайр Отдельные экземпляры этой машины Появились в составе ВВС Красной Армии в 1942 году Но массовые поставки начались только в 1943 Первый опытный образец Спитфайра поднялся в воздух в 1936 году На год позже немецкого истребителя БФ-109 Конструктор фирмы Супермарин Реджинальд Митчелл Создавал машину, опираясь на опыт разработки рекордных и гоночных самолетов Митчелл Реджинальд Выдающийся английский конструктор-самоучка Годы жизни 1895-1937 В 16-летнем возрасте, бросив школу, начал работать в паровозостроительной фирме В 1917 году поступил на работу в авиастроительную фирму Супермарин Авиэйшн Воркс И уже в 1919 году был назначен ее главным конструктором В 1920 году главным инженером В 1927 году техническим директором Не имея при этом высшего образования Разработал 24 модели самолетов Отличная аэродинамика Широкое жесткое крыло эллиптической формы Мощный двигатель Роллс-Ройс Мерлин Позволили Спитфайру достичь высоких скоростных и маневренных характеристик В августе 1938 года самолет был принят на вооружение Королевских военно-воздушных сил Великобритании Супермарин Спитфайр Истребитель Длина 9,1 метра Размах крыльев 11,2 метра Максимальная взлетная масса 3100 килограммов Силовая установка Двигатель мощностью 1560 лошадиных сил Максимальная скорость 605 километров в час Практический потолок 11300 метров Практическая дальность 1800 километров Вооружение 4-8 пулеметов калибра 7,69 миллиметра Две пушки калибра 20 миллиметров Экипаж 1 человек Звездным часом Спитфайра стала битва за Британию Крупнейшее авиационное сражение Второй мировой войны Оно развернулось летом-осенью 1940 года Командование Люфтваффе столкнулось с неприятным сюрпризом По своим боевым качествам Спитфайр как минимум не уступал БФ-109 Поэтому исход воздушных поединков по большей части зависел от индивидуального мастерства летчиков В начале 1943 года Спитфайры большими партиями стали поступать в Советский Союз Они доставлялись по южному маршруту Ленд-Лиза через Иран в Баку Поначалу советское командование использовало Спитфайры в качестве фронтовых истребителей 28 апреля 1943 года английские машины впервые приняли участие в ожесточенных воздушных боях на Кубани Немецкий ас Гюнтер Раль в своих послевоенных мемуарах писал Я сбил свой первый Спитфайр в России над станицей Крымской за 3000 миль от Ла-Манша Советские летчики высоко оценили боевые качества английского самолета Ну Спитфайр это более, как говорят, современная машина Хорошая высотность Это примерно, можно было набирать высоту до 12 тысяч метров Это хорошая, понимаете, высота При тех двигателях На 10 тысяч мы запросто 10-11 тысяч, это я сам, наверное, летал до 12, я не доходил Вот В управлении не сложен Хорошее вооружение Пушка и два крупнокалиберных пулемета В общем, хорошие машины В смысле надежности то же самое, понимаете И осваивали мы ее недолго, нетрудно Я на ней, по сути дела, и закончил войну В Румынии Мы уже были на Спитфайрах Советские летчики одержали на Спитфайрах большое число побед При этом, боевые потери спяти краснозвездных англичан были совсем невелики Однако, небоевых потерь оказалось много Из-за особенностей конструкции Малая ширина колеи, передняя центровка Английский истребитель плохо переносил тяжелые условия отечественных полевых аэродром Учитывая хорошие высотные характеристики и больший потолок по сравнению с советскими самолетами Спитфайр решили использовать в системе противовоздушной обороны Здесь он смог проявить свои лучшие качества Вплоть до 1948 года Спитфайр широко применялся в роли высотного перехватчика В первые послевоенные годы этот самолет часто использовался и как у... До перехода на реактивные истребители советские летчики осваивали на Спитфайре практику полетов на больших высотах Всего военно-воздушные силы рабочей крестьянской Красной Армии Получили около 1300 истребителей Спитфайр в нескольких модификациях Которые отличались в основном типами двигателей и вооружения Яркий след в истории Великой Отечественной войны Оставили американские истребители П-40 и П-39 На этих машинах воевали прославленные советские асы Борис Сафонов и Александр Покрышкин Субтитры создавал DimaTorzok